Подъехать, открыть дверь. И на этом всё. Свободу не будучи осуждённым, ему не видать даже собственного балкона новой квартиры. Туда, на инвалидном кресле, не попасть. Как, впрочем, в туалет, в ванную. Сюда только на руках супруги. Для таких, как он, квартиры, понятно, проектировщики не планировали. Но и на улицу выйти самая большая проблема. Дмитрий Азимов выбирается, когда совсем в отчаянии. Вот так опасно, но риск, говорит, ради иллюзии полноценной жизни. У меня коляска здесь не влазит, перил нет. Это не пандус. Пандус устанавливает, как бы, мне за свой счёт. Нет пандуса, нет даже перил по лестнице. Приходится прыгать на коляске. И даже если не упал, не повезти может в финале. Дмитрий как-то нечаянно задел машину. Разгневанный владелец автомобиля сосед до сих пор не простил. Дорогой мой, несмотря на все твои совки, но я тебя честно предупреждаю. Если ты побьёшь машину, я сразу обращусь сюда. Обратно только с посторонней помощью. Соседи чаще всего не могут или не хотят помочь. Ждать приходится долго. А дома бывает, ждёт неприятный сюрприз. Кругом вода. Из-за протечки в ванной специалисты никак не устранят засор в трубах. Это ещё цветочки. Я ожидаю, может быть, у меня и сейчас, и через час, может, через полный такой начаться. Это фильм ужаса. Вот так он выглядит. В муниципальной квартире сюда инвалид первой группы въехал в сентябре. Далее это жильё, правда, не Дмитрию, а его матери, как сотруднику госучреждения. Она санитарка в больнице. И, как оказалось, получила она не квартиру, а комнату в коммуналке. Недавно в соседнюю комнату подселили врача. В местной администрации говорят, Дмитрию вообще пошли навстречу. Это о том, что хоть какой-то угол дали. По закону ему, хотя и инвалиду первой группы, не положено ничего. Живёт он по документам в Протвино менее пяти лет. Вот если бы наши руководители пошли бы ему навстречу и не решили бы вопрос о предоставлении жилья, он и сейчас бы был нежителем города, он был бы где-то по месту пребывания зарегистрирован, и ни одна ни прокуратура, ни суд не заставили бы нас предоставить ему жильё. Потому что у него не было законных оснований требовать это жильё. Дмитрий приехал из Узбекистана, живёт в Протвино с 2002 года. Приехал сюда специально. Здесь власти популяризируют армрестлинг для маломобильных горожан. А он серьёзно занимается этим спортом. На стенах в комнате десятки медалей и грамот в полке уставлены кубками. Это, рассказали в администрации, сыграло роль. Дмитрию помогли с документами, в частности, с гражданством. Два года назад получил. И сейчас потому по закону не может претендовать на большее, чем комната в коммунальной квартире с мамой на двоих. Руководство города возьмёт под личный контроль эти процессы. Мы посмотрим, как можно быстрее сделать там пантус и расширить крыльцо. В администрации пообещали. Протечки в туалете устранят и пандусы установят. Но не раньше февраля. Анна Обросимова, Анатолий Харламов. Новости 360.